добрый день сегодня видео будет посвящено изготовлению вот такой вот маски маска кошки на манекене следующим образом делать мы будем по заранее приготовленным шаблоном шаблонами тут так то есть начертил выкрою специальным образом шаблоны теперь будем размечать кожа у нас будет полтора миллиметра это растишка кожа растительного углубления все я уже здесь разметил осталось осталось вырезать покрасить и собрать собирать будем на хрени тены в общем сейчас вырезаем как вырежу покажу что получилось так все элементы вырезал теперь следующим этапом надо обработать будет кромку снимаем фаску по периметру ну и надо будет красить фаску сняли с лицевой и тыльной стороны следующим этапом надо будет покрасить убрать лишний скотч то здесь есть и покрасить буду краской вот такой вот это фибинг у нас краска не дешевая учитываешь и доставку баночка 100 миллилитров он порядка 118 что-то миллилитров стоит 300 350 рублей плюс доставка увлечь тыс но если одну отказывать достаточно дорого получается чтобы ее экономить будем использовать краска пульт как покрашу покажу что получилось сейчас буду красить и так все детали покрашены осталось зачернить края то есть краю нас и совсем черный покрасила я с двух сторон красить советую обязательно брез перелом и какой-то защитные маски а иначе запах очень ужасный сейчас черни черни сильвером следующим образом по краю просто проходим так вот и так все детали по контуру после того как покрасил край обработал теперь защитим нашу кожу от влаги чтобы она была влага защищенная то есть влага на нее минимальное воздействие имела вот таким вот средством что типа лака на м для кожи закрывает поры и не дает влаги попадать в кожу ну и соответственно придает еще интересный блеск таким вот образом покажу маска у нас получается премиум классов кожа растительного дубления покрашена вручную еще плюс защищена все очень долго продолжим обрабатывать таким образом все детали это показать поближе такой блеск появляется а эта деталь не обработана матовая после того как нанесли защитное средство на поверхность кожи необходимо обработать края чтобы край имел более аккуратный ровный вид не резал руку в общем при помощи такого вот инструмента закатываем край кожи поскольку у нас кожа растительного дубления на может закатываться и при помощи даже воды но вообще есть средства 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 называется на стаканоль для обработки уреза края кожи можно в этом случае без нее войти без стаканоли все легко и заполировывается и без этого получается очень аккуратно вот в общем дальше покажу как обрабатываю все все по периметру и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Получилась вот такая вот масочка Преимущество, самое основное, которое я вижу по сравнению с остальными масками Это то, что в этом месте она не топорщится То есть обычно у моделей в этом месте, если вы присмотритесь Видно, что кожу отгибает именно эту часть И здесь не очень красиво смотрится Здесь же получилось все следующим образом Поближе покажу Не считаю, что для первого раза получилось неплохо Модель полностью шаблон перекрою Кроил самостоятельно Это моя собственная выкройка Данные маски не хватает только ремешков Кстати, все ссылки на инструмент, которым пользовался Я оставлю внизу в описании под видео Может кому пригодится Что еще хочу сказать Идет еще один манекен, заказал И там будет маленько другая конструкция маски Экспериментирую с высотой ушей Было на 7 мм выше Убавил Смотрю Разницы, если честно, большой не заметил Поэтому Наверное, лучше этого рак хорошего И сильно, если разницы нету Наверное, оставим и так Посмотрим В общем, это первая Так скажем, такая Работа С кожей, которую я снял на видео Уверен, что будет еще А всех остальных Буду показывать, рассказывать Если кому-то интересно Напишите свое мнение в комментариях По поводу данной маски Что думаете А я желаю всем удачи Творческих успехов